Ну вот и выходят новые 10 гривен монетой. Почему на самом деле вводят монеты 10 гривен? Три копейки Украины, которые могли быть в нашей стране и почему их отменили? Какой банкнотно-монетный ряд теперь будет в Украине? Все это в этом выпуске. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Спасибо за вашу активность в прошлом видео про оригинальный 15 копеек Украины 1992 года. Напоминаю, что как только под видео наберется 1000 лайков, я разыграю монету. В этом видео я покажу вам все дизайны банкнот 10 гривен, начиная с 1992 года по подписям глав национального банка. И покажу как могла бы выглядеть реальная монета 3 копейки Украины. Оригинальный дизайн мне предоставил бывший сотрудник Луганского станкостроительного завода. Покажу монеты 10 гривен, которые уже вышли и на канале есть видео с реакцией продавцов на эти монеты. Ссылка будет в описании или в подсказке. И в конце видео вы увидите интересный лот с золотой монетой на аукционе Виолити. Ну что, поехали? Национальный банк Украины с 3 июня вводит монету 10 гривен, которая завершит обновление банкнотно-монетного ряда. Данная монета постепенно заменит в обращении банкноты номиналом 10 гривен. Вообще, с 2014 года Национальный банк начал процесс обновления банкнот с выпуска 100 гривен в новом дизайне. Но, конечно, в тот момент о новых монетах номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен никто не заявлял. И не факт, что они планировались. Дизайн новых банкнот довольно красивый. Лично мне очень понравилась банкнота 200 гривен. Ну и, конечно, 1000 гривен просто супер. Реакция продавцов на новую банкноту 1000 гривен сразу после выхода этой банкноты тоже есть на канале. Ссылочка будет в описании. Номинальный ряд нашей валюты составляет 12 позиций. Именно так планирует НБУ. 6 номиналов монет, таких как 10 копеек, 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен. 25 копеек уже перестали чеканить и постепенно изымают из оборота. Сейчас вы видите годовой набор монет Украины, где представлены эти монеты. Но, конечно, здесь нет еще 10 гривен обиходной монеты, так как на момент записи этого видео она еще не вышла. Но есть памятные 10 гривен, я покажу их дальше в видео. Возвращаясь к номинальному ряду, у нас уже выпущены все 6 номиналов банкнот в новом дизайне. Это 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен. Просто красота. Напишите в комментариях, какой дизайн банкноты вам понравился больше всего и почему. Конечно, Национальный банк еще подчеркивает, что обновление банкнот сильно защитит от подделок. Да, небольшое количество поддельных банкнот номиналом 500 и 200 гривен встречались. Но это довольно сложно реализовать. И много торговых точек оборудовано аппаратами для проверки денег. Кстати, если вы предприниматель и у вас еще нет такого, обязательно купите. Он стоит недорого и очень полезен. Переходя к номинальному ряду монет, когда в 1992 году он формировался, у нас помимо основных, которые мы все знаем, хотели ввести еще 3 и 15 копеек. Видео про 15 копеек вы можете посмотреть по ссылке в описании. А вот про 3 копейки совсем мало информации в интернете. Мне стало интересно, есть ли такая монета. Я связался с бывшим сотрудником завода и задал вопрос про украинские 3 копейки. Я очень удивился, когда узнал, что были даже макеты дизайна этой монеты. Вы видите сейчас перед вашими глазами уникальную архивную фотографию. И даже заготовки под эти 3 копейки существовали. Вот вы видите на своих экранах. А теперь, как если представить, что они вышли? Как бы они выглядели? Спасибо моему подписчику, который сделал этот дизайн в визуализацию. Именно так они могли бы выглядеть. Просто параллельная реальность. Интересно, что можно было купить на 3 копейки в 1996 году? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Вернемся к 10 гривнам монетой. Почему же на самом деле вводят монеты номиналом 10 гривен? Напишите в комментариях, как вы думаете. Национальный банк вместо банкнот вводит монеты, обосновывая это тем, что наша страна сэкономит огромные деньги. Около 1 миллиарда гривен на том, что они могут служить дольше. Но что на самом деле за этим стоит? Мне кажется, просто удешевление гривны, падение покупательской способности валюты или просто-напросто инфляцией. Когда роль копеек уже будут играть 1, 2, 5 и 10 гривен. На первом этапе введут около 5 миллионов монет номиналом 10 гривен. Это немного. Возможно, вы сразу не встретите эту монету. Скажу для примера. На 1 апреля 2020 года в обращении новых монет 1 гривна больше 195 миллионов штук. 2 гривны почти 190 миллионов штук. 5 гривен монетой всего 7 миллионов штук. Так что новые десятки увидят оперативно те, кто сразу встретил пятерки. А вы встречали 5 гривен монетой? Напишите в комментариях. Какой-то коллекционной стоимости однозначно монета 10 гривен нести не будет. Она нам еще надоест, как эти монеты 1 и 2 гривны. Монета 10 гривен сделана из цинкового сплава с гальваническим покрытием. По весу 6,5 грамм. Более подробный обзор монеты я сделаю после выхода. Также покажу ее продавцам и обычным людям и узнаем, что они думают. Так что подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новый ролик. Вообще банкноты 10 гривен мне очень нравились. На них много интересных графических элементов. И на самом деле на банкнотах всегда можно разместить гораздо больше, чем на монетах. Особенно дизайн 10 гривен 1992 года. Конечно, с течением времени дизайн банкнот менялся. Но потом, как утвердили финальный вариант, менялись только подписи на банкнотах глав Национального банка Украины. Кстати, все разновидности банкнот и серии с примерной коллекционной стоимостью можно посмотреть в каталоге Максима Загреба и Сергея Яценко «Бумажные деньги Украины». По поводу 10 гривен монетами. Те, кто давно смотрит мой канал, знают, что уже есть памятные монеты 10 гривен, которые выпускались в 2018 и 2019 годах. Такие десятки и попали в годовой набор монет Украины. Обзоры этих монет есть на канале. Скажу коротко, что монеты выпускались тиражом 1 миллион штук и распространялись в НБУ по номиналу. Сейчас мы видим их в годовом наборе 2019 года. Ну, как многие коллекционеры уже заметили, что этот набор, ну и чем интересным, не удивил. Довольно большой террас, 20 тысяч штук. Но я все-таки решил его добавить в свою коллекцию. А еще в начале видео я говорю, что покажу вам интересный лот на аукционе в Виолите. Ссылочку на аукцион я оставлю в описании. Это золотая монета. Потрясающие обзоры делают на своем канале на лоте этот аукцион. Сейчас покажу вам небольшой фрагмент. Полное видео будет по ссылке в описании. Зацените, просто невероятная монета. Выдающийся лот античной нумизматики, редкий и прекрасный ауреус императора Гастилиана, чеканенный в 251 году в Риме. Давайте рассмотрим детально эту прекрасную монету и через нее, как через увеличительное стекло, увидим эту трудную и интересную эпоху. Поймем, каким образом этот редчайший ауреус связан с древней историей нашей страны. На Аверсе погрудный портрет молодого императора и его имя. Гай Валент Гастилиан Месси Квинт был сыном императора Трояна Деция и братом Герения Этруска. В 251 году он получил титул предводителя молодежи. Этому событию и посвящен ауреус. На Реверсе стоящий Гастилиан держит штандарт и копье. По кругу монеты титул предводитель молодежи. В это время Римская империя вела тяжелейшую борьбу с готами, ядро государства которых составляла нынешняя территория Украины. В то время как отец с братом возглавляли римскую армию, Гастилиан оставался в Риме с матерью Герений Этрусцилой и управлял государством в рамках полномочий, полученных от отца. Война против готов оказалась крайне неудачной. Геций и Герений погибли в битве при Абритте и стали первыми римскими императорами, погибшими на поле боя. Гастилиан вскоре тоже умирает. Победоносные готы потребовали огромной дани и выкуп запленных. Вследствие этого Ауреус, как большинство ауреусов середины 3 века, и оказался на территории нашей страны. Не упустите уникальную возможность. Ссылку на лот вы найдете в описании под видео. Вот такой ролик про 10 гривен монеты у меня получился. Друзья, спасибо всем, кто досмотрел до этого момента. Пожалуйста, напишите какой-то комментарий или вопрос и поставьте лайк, чтобы поддержать это видео. Вам не сложно, а мне очень приятно. И до новых встреч в новом видео. Всем пока, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!